ЖИВЫЕ Живо мы с ними беседуем, беседуем, и песни они свои поют. У нас сейчас такая пора, я бы сказал, горячая, предновогодняя. Поэтому, естественно, все приходят в студию, само собой, не с пустыми руками. Ну и не с пустыми сердцами. Понятно, что поздравляем мы друг друга с наступающим Новым годом. Ну и надеемся на то, что в ваших домах так же светло, чисто и прозрачно, как в студии своего радио. У нас есть традиция добрая, давнишняя, прежде чем мы начинаем разговоры, разговаривать, музыканты что-то поют. Ну, в качестве музыкальной заявки. Вот вообще ничего не объявляя, просто песня, а дальше, само собой, уже, естественно, поговорим. Итак, как всегда, Живой звук в программе Живые. Погнали! Я, твоя тень, я стою у тебя за спиной. И если ты выйдешь в окно, я выйду вслед за тобой. И если ты будешь с другим, я буду стоять у дверей и ждать, Когда ты поймешь, что это другое. Я, твоя тень, мне не нужно дешевых наград. Я просто иду за тобой, повторяю каждый твой шаг. И каждый новый день начинается танк. Покорно, как собака, я падаю к твоим ногам. Ведь ты никогда не смотришь назад, и, видя живой загреб, Ты не вспомнишь о том, кто принял огонь на себя. Ведь ты никогда не смотришь назад, и, видя сухой из ванны, Ты не вспомнишь о том, кто дышал под водой за тебя. Но что вместо того, этот выбор сделан не мной. Дело вовсе не в том, чем ты лучше других или хуже. Точки зрения ловенькие, и нет смысла в вопросе, Зачем я иду за тобой, если я твоя девка. Ведь ты никогда не смотришь назад, и, видя сухой загреб, Ты не вспомнишь о том, кто принял огонь на себя. Ведь ты никогда не смотришь назад, и, видя сухой из ванны, Ты не вспомнишь о том, кто дышал под водой за тебя. И, видя сухой загреб, ты никогда не смотришь назад, и, видя сухой загреб. И, видя сухой загреб, ты никогда не смотришь назад, и, видя сухой загреб. Вот сегодня редкий случай, когда мне очень хочется, чтобы песни не заканчивались. И вопрос не в том, что я люблю линные песни, А просто в том, что мне как-то сегодня разговаривать не очень хочется. Ну, вот такое какое-то странное состояние. Видимо, вот скоро... Подожди, ты сейчас зря улыбаешься. Подожди. Я просто к тому, что ты будешь больше сегодня разговаривать, чем я. Я хочу отдать это первенство. Просто потому, как очень хочется много чего услышать, интересного из жизни коллектива Томас Бэнт. Ну, понятно, что Саша Самойленко и Томас Бэнт. Надо вот так представлять коллектив. Саша Самойленко, собственно, вот тот человек, которого вы слышите, и которого видите, я уверен, привет. Привет. Привет всем слушателям. Надо представить всех остальных, ну, объяснять, что хотя бы один... Сейчас-то я не вижу тебя письмиров. Хотя бы один раз-то за эфир нужно выйти к микрофону. Ладно, вы так себя сейчас как-то настройте внутренне, что надо будет встать, подойти красиво, грациозно к микрофону, потому что камеры везде, сказать «Добрый вечер». Всех с католическим Рождеством, к примеру, если вдруг что. Ну, и потом уйти на свое законное место. Одному из членов вашего коллектива я этого объяснять не буду, потому что если я его попрошу уйти грациозно, он от микрофона уже не уйдет. У него есть такая традиция и привычка. Правда, у него свое время в эфире, но тем не менее. Значит, Валерий Кузин, гитара. Руками машешь. Даже не маши руками, ты просто микрофончик подними, пожалуйста, Эмуром. Вот так будет удобнее. Всем привет, всех с праздником. Молодец, очень усвоил быстро. Это очень хорошо. Сергей Письмиров, человек, с которым, в общем, тоже особенно какие-то беседы вести не нужно, он так все понимает прекрасно, как серьезно вышел. Всем привет, да. Неожиданно для меня. Я наконец увидел, что он бывает серьезным. Ты понимаешь, какая штука. Роман Чехов. Ну, я так, спокойно. Здрасте. Он меня тоже услышал. Молодец. Ну, и, как я всегда говорю, единственный человек в коллективе – это барабанщик, у которого свой собственный микрофон, так же точно, как у ведущего программы, Владимир Николаенко. Всех с наступающим. Добра, счастья. Вот молодец какой. Наступающий Новый год, а Рождество – это такой праздник есть тоже. Вот католики отмечают сегодня. В общем, мы начинаем сегодня уже, в принципе, готовиться к встрече Нового года. Как так повелось, ну, спасибо товарищу Ленину, что Новый год у нас главнее получается, чем Рождество. Как-то люди больше встречают с радостью этот праздник. Ну, может, рано или поздно все вернется на круги свои. Хотелось бы. Хотелось бы. Хотелось бы. Итак, спасибо, что пришли. Я сейчас, прежде всего, прежде чем мы начнем уже действительно разговоры наш, сообщу, как с нами связываться. Это важно, потому как за время эфира у вас, может быть, возникнут… Еще раз. У вас, может быть, возникнут интересные вопросы. Правильно, сейчас я придавил, да, на слово «возник». И вы сможете прислать эти вопросы на разные абсолютно адреса. Ну, к примеру, смс-портал. Это тем, кому неудобно, может быть, вам в вашем гаджете писать ВКонтакте. Маленькие там строчки, плохо чего видно. А вот смс-ка-то легко. 46, 47. В общем, простой, легко запоминаемый номер. Сначала пишите свои, причем неважно, кириллицей, латиницей. Делайте пробельчик, а потом уже все, что вы хотели бы адресовать сюда, в студию, коллективу. Либо, может быть, вопросы, эмоции, впечатления. Делитесь всем, что есть. Группа. Да сейчас говорю об официальной группе радиостанции ВКонтакте. Там тоже все просто. Анонс давно выложен. В тексте анонса «Саша Самойленко и Томас Бент» выделено синим. Там, значит, активная ссылка, кликая на которую, вы в момент оказываетесь у них в сообществе, откуда, собственно, можете черпать огромное количество полезной информации. Ну, о группе, о концертах, о передвижениях, о новом альбоме. Кстати, сегодня речь пойдет о нем, в первую очередь. Сегодня некая презентация будет эфирная. Далее, чаты работают для вас в двух местах. Первое место и главное место – это сайт радиостанции «Свое радио.фм». Там прямо написано «Чат» для особо, так сказать, не ищущих ничего. Может быть, внимательно. Ну, чат выделен. То есть его можно найти легко. Потому что бывают люди, которые пишут… Послушайте, я зашел на сайт и не понимаю, как вас слушать и смотреть. Когда говоришь «Плеер сверху длин». А, точно, не увидел. Вот. Это бывает… Есть такие люди невнимательные. Но чат невозможно пропустить, потому что слово из трех букв сразу бросается в глаза. Можно также видеть все, что в этой студии происходит. Плеер сверху на сайте «Свое радио», «Свое радио.фм». Длинненький такой. В плеере «Онлайн аудио». «Онлайн оранжевое», «Аудио черненькое» написано. С кружочком, с треугольничком. Вот смотрите внимательно. И «Онлайн видео» справа. Там вообще синий кружочек, на который глаз падает, мне кажется, сразу. Кликаете на «Онлайн видео» и вот вам картинка, которую нам предоставляет «Планета.ру». Чудная совершенно краудфайдинговая платформа, благодаря которой мы, в общем, и существуем на самом деле. Ну, вернее, зародились благодаря им. Ну, и там, помимо всего прочего, есть чат, в котором также точно можно отписываться. Это все, что касается «Коннекта». Какие-то моменты будут, я там напомню вам, конечно же, куда писать, если что. Но, надеюсь, вы это уже усвоили. Фух. Выдох. Да. Теперь мы, наконец, можем вернуться к разговору с этими замечательными людьми, с этими чудными музыкантами. Музыкантами, чья музыка в ротации своего радио вообще с первого дня существования радиостанции. Ни во втором, ни в третьем потоке они попали сюда. Да, прямо сразу. И дело не в Роме Чехове, поверь мне. Дело в том, что музыка у вас... Что, да, Рома, таким упреком сейчас смотришь. Музыка у вас замечательная. И эта музыка должна быть залюблена. И сегодня новый альбом. Давай представишь этот альбом сам. Альбом «Время весы». Выглядит обложка как будто бы... Я сейчас делаю вид, что не понимаю. Почему? Как будто бы обложка виниловой пластинки вообще-то. Это будет и виниловая пластинка. Ты видишь, как я сделал умелый вид, что я не знал об этом. Ну, это итог кропотливой работы, над которой мы вместе с коллегами трудились последние несколько лет. Ну, и очень здорово, что это все реализовалось. И я хочу сказать вот сразу, что на самом деле ты тоже и команда, и вот это все, вот эта субстанция, живые и радио, сыграл не последнюю роль. Потому что в момент нашего знакомства он как раз-таки пришелся еще, когда ты работал на другой абсолютно станции. Говори вслух, не страшно. На «Маяке» в 13-м году. И вот ты пригласил, там мы познакомились. Еще тогда Рома, еще ничего не было в 13-м году. Ну, был только «Маяк», живые на «Маяке». И вот с этого момента... И тогда Господь сказал, пусть оно будет, да. Вот. И ты понимаешь, что это очень важно для музыканта, для творческой личности, когда вот идет вот такая вот подпитка, такая вера. И то, что вот это дело, ты приглашаешь музыкантов, обращаешь внимание, ты даешь колоссальный заряд оптимизма и уверенности в силах. Поэтому я хочу сказать тебе и твоей команде... Давай сделаем так. На самом деле здесь есть в некотором смысле некий перекос. Потому что в программу «Живые» приглашает Юля. Ну, я и говорю, команда. Да, ну, понятно, да. Понятно, что у нас здесь давнишние договоренности о том, что никто не лезет в чужую работу. Я занимаюсь радиостанцией в целом. Вот так, чтобы было понятно. И тем, кто, может быть, не очень в курсе. Вот все, что касается радиостанции, это ко мне. Кроме программы «Живые». Юля. Юля. Да. Кроме, возможно, даже эфиров ведущих, линейных. Потому что они сами выбирают себе гостей, сами выбирают себе темы. Я такой лояльный начальник, я тебе скажу. Я верю в своих людей. Я верю в тех, кто работает на станции «Своя рода». Я понимаю, что эти люди за добро и исключительно за позитив. Поэтому, ну, если вдруг, конечно, когда-то кто-то из них был, какой-то момент, ну, не про Рому, когда кто-то вдруг решил Нюшу позвать. Я сказал себе, ну, если я сейчас позволю это сделать, то, наверное, я кончусь на этой радиостанции вот в этот момент сразу. Поэтому, да, поэтому это было пресечено. Хотя там и посыл был такой, да нет, это же ржачно. Я говорю, ну, конечно, может быть и ржачно, но лучше ржать со своими, чем с посторонними. Вот. А так вообще все абсолютно самостоятельно. Поэтому, что касаемо приглашений на эфир в программу «Живые», это вот к этой скромной девушке. Вот, поэтому там и все указано. Хлоп-хлоп глазками, да. Ага. Мы поем. Обязательно. Как будет назначено? Кстати, одну, скажем так, не знаю, какой по счету ты запланировал песню «Аватар». И будет ли «Аватар»? Будет. Будет, без гады, да? Ну, только будет «Анплагит». Ну, я понимаю. Но она будет. Будет. Ну, а что делать, раз она есть? Ну, что делать? Ну, нормально это прозвучало. Я расскажу про нее потом, она будет. Она где-нибудь третья, четвертая по счету. Я думаю, под конец эфира. Не надо. Нет, не надо. Хорошо. Сделаем. Третья бы ее. А давай прямо сейчас сделаем. А давай. Да. А давай. А чего, собственно говоря? А чего мы сейчас паримся? А давай сейчас прямо сделаем. Я объясню, почему. Есть такая категория слушателей, которые знают песни, и, может, даже и начинают их полюбливать время от времени, песню, но не связывают, да, в своем сознании, в общем, песню с исполнителем. Кто это? Я понимаю. А эта песня как раз сейчас в премьерах. И очень хорошо, и, кстати, было бы этой песней сейчас закуролесить красивенько. Давай. Амплактовая версия песни «Аватар». Галя сейчас находится в Альпах. Там она... То есть там реальный «Аватар». Да, она занимается. Вот Виталий Погасян, он, видимо, тоже на концертах. Они все передают привет и поздравляют с праздниками. Ну, а я сейчас пою ее под гитарку. Ну, хоть так. Как всегда, живой звук, программе живые. Поехали. Я мажу, я дам свои стрелы, беру свой лук. Я ухожу, я ухожу в свой фейсбук. От меня тебе не скрыться, Не уехать, не в землю зарыться. Даже если ты сделаешь вид, Я буду ждать тебя там, я ядовит. Ты видел хоть раз, как убивает слово, Убивший раз. Оно убьет снова, оно убьет снова В половине седьмого. Мое слово убьет тебя, Оно убьет все, что было. Оно убьет все, что будет. Оно убьет веру. Оно убьет честь. Станет зверым солнце на небосводе. Станет горькой вода в водопроводе. И эту еду нельзя будет есть. Ты проснешься и увидишь, ты увидишь, Как стало. Мы были когда-то друзьями. Мы черпали радость из жизни горстями. И наши, как сестры, похожие мамы, Предполагали, что так будет всегда. Но потом высохла в реках вода. И все заболели, Все заболели и нам песен своих еще не допели. Но нам тогда казалось, это все ерунда. Я не знаю, откуда пришли эти слова. Но я убил уже не раз и не два. И это мое смертельное слово. Убивший раз. Оно убьет снова, оно убьет все, что ты помнишь. Оно убьет все, что ты любишь. Оно убьет веру. Оно убьет честь. Станет серым солнце на небосводе. Станет горькой вода в водопроводе. И эту еду нельзя будет есть. Ты проснешься и увидишь, ты увидишь, Как стала твоя женщина. Стала стара и устала. Твои дети бойцы ежедневных разлук Мажут ядом свои стрелы, Берут свой лук и уходят. И уходят. Надо сказать, что в Unplugged версии мы, естественно, не слышим Погосяновского дудука и не слышим Галю Басой, которая, ну, сказать, бэк-вокал вряд ли, которая, собственно говоря, абсолютно равноправный вокал имеет. Да. В этой песне, в этой версии, имею в виду в полной версии. В эфире она звучит, естественно, в полном звуке. Вот, например, Даша Шаблинская пишет, О, Боже, все, начинай узнавать. Слушала, ведь не знала, что это они. Это как раз то, о чем я говорю. Потому как, действительно, люди иногда не связывают одно с другим. Слушай-ка, я, может быть, не очень, не очень ожидано, да? Несколько неожиданно. Раз, раз, раз. Хочу по-русски. Несколько неожиданно хочу продолжить эфир. А тех, кто, кстати, сейчас, может быть, сидит, слушает эфир и руки свободны, будьте добры, найдите обложку нового альбома Томас Бенда и выложите ее прямо здесь в обсуждение, есть смысл об этом поговорить. Потому как раньше мы с тобой эту тему не поднимали вообще. О тезке, о твоем. А Саша, короче, чем? Нет, я не могу с Сашей, потому что мы лично не знакомы. Об Александре. Короче, как вам отчество? Какое у него? Ну вот, здрасте. Ну, Владимир Владимирович. Об Александре Владимировиче, короче. Потому что это дизайнер альбома, дизайнер обложки. И, в общем, я так полагаю, друг, наверное, давнишний уже. Еще и с автором песен. Еще и с автором песен. Вот песня «Аватар» его стихи. Но вы не представляете, уважаемые, насколько вы хорошо знакомы с Александром Коротичем. Вы его знаете как родного. Вы с ним живете и видитесь каждый божий день и каждый божий вечер. И даже не представляете себе, что этот человек входит в ваш дом, ну, просто вот так не спрашиваясь. Вы включаете телевизор и раз, Коротич у вас. Вы переключаете на другой канал, например, с первого на НТВ, к примеру. Хоп, и снова Коротич у вас. Вот какой-то такой он вездесущий человек в телевизионном пространстве. А теперь расскажи ты, пожалуйста, о нем. И, собственно говоря, помимо того, что вы с ним сотрудничаете, что он делает в основе своей? Ну, Саша Коротич — это такой волшебник. Он соединяет людей. И при этих соединениях возникает искра. Рождаются творческие проекты, коллаборации. Сейчас все подумают, что он сексуал. Нет, это о другом, да. Ну, а сказать о том, как мы познакомились, или что это, как... Саша пишет книги. Ну, Саша — дизайнер Первого канала. Дизайнер Первого канала. Все вот эти вот заставки. Лауреат премии ТЭФИ за оформление телеканала НТВ в середине 90-х годов. Часы, помните, на НТВ? Часы, которые там... Да, это его рок-дело. Вот это все его дизайн, это его работа, да. Также он является художником-оформителем многих обложек уральских рок-музыкантов, и в том числе и Наутилус Пампилиус, Вячеслав Бутусов. Вот Юпитер, последний альбом. Гудгора — это его рок-дело. Настя и даже пластинка Глеба Самойлова про фрица. Это тоже его рок-дело. Сейчас вышла книга «40 лет сроком» Александра Коротчев, в которой он рассказывает именно истории создания и рождения образов, и как все это происходило. Замечательное, уникальное издание. Книга, она есть, можно найти на Фейсбуке, создана страница, где можно эту книгу заказать. Вот, что еще рассказать про него. Саша придумал, и уже несколько лет сочиняет сказку про Жужу и ее друзей. Вот, кстати, да. Это потрясающая детская сказка. У меня младший сын, Марк, он вырос на этой сказке. записано пять пластинок, и песни исполняются. Это как спектакль. То есть, есть книга в книге истории, все. А еще записывается прям полноценный спектакль, компакт-диск, и в записи песен принимают участие также известные рок-музыканты, и Гарик Сукачев, и музыканты группы Чаев, и кого там только, и Марк Гулис, и кого там только нету. Это тоже потрясающее произведение. Ну, то есть, вот такой вот волшебник, и человек творчеством своим, вот он несет свет для мира. А вот этот шарик, спрашивает Данил Артемьев, льющаяся сталь, тоже его рук дело? Единственная вещь, которую с радостью смотрю на НТВ. Ну, заставка НТВ, где объемная металлическая буква НТВ. Вот не буду спорить, ну, скорее всего, раз человек участвовал именно в оформлении вот этой картинки канала. Скорее всего, это его работа, да. Да, ну, премии так просто не дают, я понимаю. Да, сейчас Саша является ведущим дизайнером первого канала. Ну, да. И вот смотри, что... Кстати, кто не видел его в лицо, я могу сказать, что... Я вообще люблю обаятельных людей. А он настолько обаятелен, смотришь на него, и хочется как-то сразу подойти, ну, мы не знакомы лично, да, и поздороваться сказать, здрасте, ну, просто потому что кажется, что ты его знаешь. Кажется, что этот человек, в общем, с тобой где-то рядом, поблизости живет. Ну, настолько обаятельная внешность у человека, настолько открытый взгляд. Вот как-то удается Самойлинг собирать вокруг себя таких людей. Ты знаешь, мы познакомились с ним осенью 2012 года. А это еще до того, как Бог в 13-м сказал, чтобы оно все было. А это вот предтеча, видимо, была. Я провожу фестиваль «Иллюминатор». Мы еще тогда собирались в особняке Носова на Электрозаводской, а так как Саша является личным другом Ильи Кормильцева, я его зазывал через Фейсбук. Он несколько лет откладывал встречи, а тут в 2012 году он пришел. И вот с того момента, он когда увидел это все, ему это понравилось, видимо, он для себя решил по каким-то параметрам, причинам, что вот надо дружить. И ответный визит как бы пригласил он нас, и мы уже ближе. И вот с этого момента вот пошло вот все. Ну, могу сказать, что ему респект передашь. Обложка роскошная совершенно. Очень неожиданное решение. Я имею в виду... Нет, ну то, что он делает, круто. Я к тому, что обложка, мы сегодня говорим все-таки об обложке вашего альбома, в том числе, очень неожиданная и очень бьющая. То есть сразу хочется на это внимательнее посмотреть, как-то так раз, и... А как это? Очень круто. Правда, очень круто. Все, теперь я не буду просить никаких других песен. Вот, что поете, то и поете по вашей программе, как запланировали. Чего будет дальше? Лирическая песня «Молчанию верь». Ну, там все... Сегодня еще один праздник, на самом деле, Саша по своей скромности умалчивает. Да, годовщина свадьбы Саши и Алены. Которая по счету? Я сам узнал случайно. Я же не ошибаюсь. Годовщина. Годовщина уже, да, 11. Да, получается. Сегодня? Да, сегодня именно. Погоди, а я не понял, а почему сухие до сих пор? Ну, потому что программа... Какой ты ответственный. Какой ты... Поздравляем, ребят. Это круто. Все, что больше 10, всегда круто. Дай вам Бог еще раз 5, постолько же, а потом встретимся и посудачим на эту тему. Ну что, погнали? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Когда я расстаюсь с тобой, качая молча головой, и соглашаюсь даже с тем, что от рождения глуп и нен. Я слов боюсь, боюсь обидеть, так нелегко тебя предвидеть. Ты обижаешься на то. Что молча поддано пальто На то, что открываю И закрываю молча дверь За то, что звезды не считают. Молча поддано пальто На то, что открываю И закрываю молча дверь И не словом молчаю Когда я расстаю с тобой Молчу, не говорю Постой Но обещаю Не прошу Безмолвно Новой встречи жду Я слов боюсь, боюсь обидеть Так нелегко тебя предвидеть Ты обижаешься на то Что молча поддано пальто На то, что открываю И закрываю молча дверь За то, что звезды не считают Молча поддано пальто На то, что открываю И закрываю молча дверь Ты мне словом молчанию Вет Ты обижаешься на то Что молча поддано пальто На то, что открываю И закрываю молча дверь За то, что звезды не считают Молча поддано пальто На то, что открываю И закрываю молча дверь Ты мне словом молчанию Верь Саша Самойлененко, Томас Бенд Сегодня здесь И в Винвесе Это альбом, который презентуется Ну, надо сказать, что презентация на радио Видимо первая сегодня Да Да, это очень хорошо Спасибо большое Это очень приятно, что именно здесь Вот Толик Михайлович Что пишет Всем привет Обожаю этот коллектив Помню на кассете Нашествия Была песня Томаса Ночная радуга Переслушивал ее По многу раз Да Бомба группа Пишет Юрий Левченко Я сейчас могу много Что начитать Тут народ пишет Просто такие восторженные отзывы Сразу же Не, не, не надо Давай разговаривать Спасибо Подожди, подожди Сейчас будем Я не могу проскочить Мимо этих сообщений Вот Лена Лепщикина пишет Вот, что привет всем своим В прошлом году Была на каком-то Сборном концерте В клубе Меца Форта Услышала там группу Томас Бэнд Была очень удивлена Когда они спели песню Тайный знак Еще в далеком детстве Я смотрела одноименный сериал И помнила эту самую песню Вот так вот Новая для меня группа Оказалась совсем Не новой А когда узнала Что там играет Чехов Удивилась еще Больше Очень много открытий делают люди Да, которые знакомятся С этим коллеги Олег Скасырский написал Вот, привет всем своим Буду честен Распробовал эту музыку Только неделю назад И как же я был приятно удивлен Что смогу послушать Вашу группу В живых Ну, то есть Олег Скасырский Распробовал вас неделю назад Он полагает Что и мы тоже должны были бы Примерно в этот период времени Вас для себя Обнаружить Поэтому он удивляется Надо же Он открыл группу неделю назад И вот ему тут Раз и Тоже Ну, слава богу, Олег Очень здорово Что вы распробовали Наконец Юлия Усова Есть вопросы Что произошло в августе Десятого года Спрашивает Юлия Усова Что произошло в августе Десятого года Рассказывай В августе Десятого года Загорелись Тарфяники Недалеко от Москвы Ну Все помнят Эту историю Да помню, конечно Ужас был Мы приехали Марк еще был маленький Вот Мы приехали Вернулись В Москву И Ночью Когда вот Пошел этот дым Буквально вот Через окно Пошел дым Повалил Прям в квартиру То есть Завешали все шторы Ну, начали как-то От этого дыма Оберегать Потому что Ну, ребенок маленький Вот Думали пройдет Как-то все Но оно не прошло И уже в обед Стало понятно Что дальше Невозможно находиться Потому что Мы в принципе Близко мы на Юго-Востоке А с шатуры Это все дело Пошло на Москву И мы самые первые Приняли удар Вот И уже в обед Стало понятно Что надо просто Сматывать удочки Вот И мы к вечеру Просто прыгнули в машину И вместе все поехали Через Кацию Выбираться из Москвы Как Не важно куда Главное Чтобы уехать оттуда Потому что Находиться было невозможно И вот эта вся картина Которая В тот момент Запечатлелась у меня В сознании Она Впоследствии Вылилась Вот в эту песню Которую Кстати я вот сейчас Как раз таки Собирался сыграть Я тебе говорю Стучучка у меня Всегда работает Я всегда знаю Какой вопрос Задать правильно Это по сути дела Хотя трек листа Я твоего знать не знаю Это вот уже Начинает работать Метафизика Давно работает Давно Я тоже это чувствую Это живой журнал Это история Приятно С тонким Духовно одаренным человеком Общаться Подожди секундочку Прежде чем Ты начнешь петь Дальше Я теперь понимаю Уже какую песню Я не могу Не могу пройти Мимо сообщения От Данила Артемьева Доброго вечера Всем кто в студии Пишет он Среди вас Человек Написавший Ту самую песню Которая возникает В жизни Каждого будущего Меломана Когда его душа И сердце Отдаются Настоящей живой музыке И гитаре Сейчас каждый Из музыкантов Задумался Не моя ли это песня Много лет назад Ранее Я только Начинающий Искать свою музыку Услышал песню Командор Именно ее Я учил На первой гитаре С бешеным Задором А с бешеным Зазором На десятом ладу Куда легко Влезал кулак Молодого и юного Меня Именно с этих Первых аккордов Пробежали Мурашки Появилась безумная Любовь К гитаре Спасибо Александр За ваши песни Теперь они и мои Без них Я был бы Другой Судя по всему Все Тебе надо заканчивать Творческий свой рост Все Ты уже сделал все Возможное Для Данила Артемьева По сути дела Ты уже велик Ты понимаешь Если люди Неделю назад Только открывают группу И начинают радоваться Каждый должен Написать Еще не все А вообще Хочу сказать Каждый должен написать Свою командор Я так понимаю Обязательно У меня все впереди Кто-то Яндекс Кто-то командор Кто на что учился Значит не зря И спасибо Что вот такой отклик Именно это помогает Жить И здесь конечно Я хочу Отдать должное Моим коллегам Которые были В тот момент Рядом Сейчас Группа базировалась В Челябинске И образовалась В Челябинске Но Все меняется И вот Коллега Михаил Адимов Гитарист Группы Томас На тот момент Вот это его Рук дело Вот это соло Да Была история Спасибо То есть взял тихо И слил себя С педестала Нет Я написал песню Которая Которая Да Ну там Мистическая история На самом деле Текст Макс Глуздень Мой соавтор Не умеешь ты быть значимым Ты после этого сообщения Должен был так немножко Расправить песню Сказать спасибо Ты знаешь Спасибо большое Да Очень приятно Еще не забронзовел Не забронзовел Да и не сможешь Мне кажется Характер не тот Это клево Давай Поем дальше Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Саша Самойленко и Томас Бен Поехали Не сменяют друг друга В калейдоскопе Картина за картиной Уезжают соседи Приезжают машины Садомник Садтор Поливает газон Каждое утро Видимся Говорим Обо всем За жизнь За дела Заболела земля Солнцем В дыму И небо Карь пелена Воздух горячий Обжигает плечи Август 2010 Город Москва Курьеры Приносят Рекламные проспекты Отдых на Кипре Испания В конверте Доставка Суши на дом Суперфлейм Красота Ребенок Задыхается На карусели Сердце Меда Умирает Старик В переходе Метро Откачать Не успели Но успели Запрыгнуть В последний Вагон И протиснуться В щели Раствориться В плену Лабиринтов Лафы улиц Август 2010 Город Москва Редактор субтитров Иногда вспоминаю Фрагмент киноленты Ребят из двора Друзей Смешные моменты Путешествие К морю Любовь Пикник У костра Синий Туман Золотая Пара Зажат Двенадцать Рядов Задыхается На карусе Пассажиры Теряют Терпение Моторы Кипят Убежать Улететь Испариться Из этого Ада Август 2010 Корот Москва Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Чем Самой Недоволен Не понимаю Чем Нет У меня мимика такая Кажется Что вроде Недоволен А на самом деле Я очень доволен Мы с Сережей Вот Эту песню С нее С нее Как бы Начали рулить Все На самом деле Вот эта кухня Вот как все делается Ну это Если вот так вот Рассказать и раскрыть карты То люди просто не поверят Но на самом деле Если бы знали вы Из какого сора Ну да Классику вспоминать Из глины Это все так вспоминается Самые яркие И самые неожиданные решения Я так полагаю И находки Они как раз случаются Когда человек уже Мне кажется Копается в таком И в себе в том числе В таком Иной раз Темном Мире А потом вдруг раз Светлая песня Человек пишет Например вот что Группу слышу впервые Но Саунд и звук Радуют Приятная Музыка Для кого-то Вы откровение сегодня Саунд безусловно И звук безусловно Но есть еще один важный Человек у этой студии Благодаря которому Тот самый саунд Который рождает коллектив И тот самый звук Который они умеют издавать Вы получаете В своих точках Я не знаю Там колонки Уши То бишь наушники Именно в таком виде Это Сергей Горев Звук режиссер Программы Живые Хоть бы спасибо Что ли Кивнул бы Что ли Мы же на тебя Внимание Скромник такой Микрофон Хоть кивни Спасибо Серега Большое тебе Спасибо огромное Значит Тут народ поздравляет С годовщиной Спасибо друзья Очень много добрых слов По этому поводу Сказано уже Вот А теперь Вот что О концертах Надо поговорить Ну наверняка же Есть какие-то Варианты Так сказать Клубных презентаций Ты знаешь Вот как рояль в кустах Вот прям вот все И вопросы К песне задаются И вот У нас завтра будет Презентация В клубе Концерт Ну презентация Компакт диска Ты знаешь Да вот Когда вот Пригласили на передачу Я говорю Алена Я говорю Смотри как все здорово 24-го свои 25-го концерт В клубе Концерт Друзья Все кто в Москве И не только Приглашаем завтра В клуб концерт Чтобы не перепутать Да Концерт В клубе Концерт Да Концерт Группа под названием Концерт И мы как раз таки Делаем презентацию Компакт диска Потому что будет еще В марте у нас будет Винил А завтра все кто придут На концерт Будут иметь возможность Получить просто Вот Компакт диск С новым альбомом Будут иметь возможность Просто получить Точка Все Да И это Ну и И послушать концерт Ну я так полагаю Что на этом концерте Будут не только песни Из этого альбома Правильно Он же гораздо более Ну да конечно Больший срез музыкального Творчества Ваш будет брать Безусловно Там будут песни Ну Да Браво Саша Спасибо Вот сейчас сначала Прочитаю сообщение А потом скажу Кто это написал Саша дружище Вопросов у меня нет Сам понимаешь почему Просто хочу сказать Спасибо Что не забываешь Старых друзей В буклете Альбома И хочу поздравить вас Алена И дай вам бог Еще по 11 Лет Ну минимум Раза 3 Павел Трофимов Павел Привет тебе Родной С Павлом У нас Долгая дружба Следует сказать Это когда мы записали Альбом Командора Еще в далеком 2002 году Вот И познакомились С Павел Он живет С Павелом А с возрастом Там есть что Там есть что Там есть что Я сегодня без руля Уже все Началось как раз Все мы начинаем Празднование Абсолютно 24 числа Неделя осталась До Нового Года Друзья мои Уже сегодня Католическое Рождество Уже в принципе Можно начинать Можно себе позволить Но только так Давайте без фанатизма Если начинать То по чуть-чуть Не надо сильно Потому что народ Когда начнет Он уже не останавливается Как в том анекдоте Клево провели ночь 31 декабря На 14 января И все И дальше мы забываем Обо всем Что собственно говоря Даже обещали Сами себе Время от времени Давай петь Давай петь Чего это будет Давай Это будет песня Знаковая Она в общем-то Ну она сама За себя говорит И это действительно Одна из самых Первых наших песен Она живет всю жизнь Песня Слезы дьявола О да О да Они даже сегодня И спрашивали Я понимаю Почему Зрелый маг Плащ из белых груш Птица белых снов Да кричится в ночь Из своих пажей Тезвых как чума Приведет в уют Обреченных рост Снег в руках Рваные рубли Горькая на вкус Из иглы Вода Приведет в уют Обреченных рост Приведет в уют Приведет в никуда Слезы дьявола Слезы дьявола Слезы дьявола Слезы дьявола И не надо быть твердым Как титон Предавая сон Постоянству дня Приведет в дождь Приведет в дождь Слезы дьявола Приведет в тень Слабое стебе Скажешь Зрелый маг Слаж из белых груш Так чего тебе Пожелать еще Приведет в уют Обреченных рост Приведет в уют Слезы дьявола 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 вызывает реакцию народа. Вот, например, Юрий Левченко, тот кричит «Спаси бой». Много букв «О» настолько, что, кажется, он уже ушел после эфира. Ему больше здесь делать нечего, потому что он слышал главное для себя произведение. Ну, как минимум, так это выглядит. Очень круто. «Слезы дьявола». О, да! Хит стопроцентный. Пишет Максим Зверев. Это совершенно очевидно. Поэтому, собственно, эта песня в ротации своего радио. «Иду по улице. Темно, в ушах живые. Слезы дьявола. Не могу спокойно идти. Пританцовываем». Вот. Видишь, как? Такая вот дискотечная группа. Танцевальный коллектив. Ты знаешь, у нас танцуют на концертах люди. И мне кажется, это нормально. Конечно. Так сложилось. Но не всегда так было. И при тече, группа «Томас Гавк», мы играли такие сложные арт-роковые композиции. У нас были клавишные. Фанатели по группе «Ес». Джет Ратал. Ну, как-то вот все это вырулилось в такую вот волну. А в итоге в танцевальную. Ну, и правильно? Нормально? Это нормально? Нормально? Это нормально. Кто мне скажет, что это плохо? Я первый кину в того остатками чашки с чаем. Это нормально? Я сегодня могу себе позволить? Ну, улыбайся. Улыбайся. Тебе это идет. Вот прочитаю смс-очку. Очень, мне кажется, трогательное. СМС к 4647. 4647. Это короткий номер ваших СМС. К своей пробел. А дальше все, что у вас есть. Привет всем своим. А я не могу не поделиться эмоциями. Полтора часа назад. Моя жена Юля. Как много Юли. Родила мне двух мальчиков. Мужиков. Казаков. Если в эфире передадите ей привет, то буду благодарен и рад. Денис Журавлев написал. Ну, надо сказать Юлию Журавловой. Огромный привет. Если она сейчас в состоянии условия. Полтора часа назад родила. Ну, потом послушает в записи, наверное, в архивах. Передай привет казачке. Судя по всему, раз она мужиков-казаков, родила сама казачка, значит. Огромный привет вот именно от себя. Огромный пламенный привет родителям казаков, которые родились. Не, ребят, на самом деле, ну, это здорово. Новые люди. Тем более, два парня. Я представляю, какое состояние у отца. Это сила. А у матери? У матери. Пока, я думаю, она еще пока не понимает, что случилось, произошло. У меня есть такие ощущения. Ну, отец-то точно. Вот отца. Поздравляю. Вот с этим. Потому что, когда двое пацанов, сразу это уже можно сказать да. Круто. Поздравляем. А вот, тоже не могу пройти мимо этого сообщения. Александр. Большой привет от разведчиков 46-го отряда. Огромное спасибо за участие в совместной поездке к обездоленным старикам. Бескорыстно, без уговоров. Это ценно. Успехов. Завтра увидимся. Ну-ка, давай-ка, рассказывай. Что, во-первых, за разведчики 46-го отряда? И что за благотворительность была такая, что за акция? Ты знаешь, не хватает вот того, что было и действовало во времена, во времена другие, да, в 70-х, 80-х годах. То, что было уничтожено. А молодые людям, ребята, им интересно как-то вот объединяться и участвовать в каких-то делах добрых и всяких. Были военно-патриотические игры, зорница и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да, я-то помню. Вот это организация и вообще все, что было уничтожено в свое время. А вот пустое место не бывает. И поэтому вот эта вот необходимость заполнения чем-то, оно присутствует. И есть такая организация, это отряд юных разведчиков, где молодые ребята, тинейджеры, собираются вместе со старшими товарищами, есть руководители. Они вместе объединяются и делают добрые дела. Это такое скаутское движение. И меня пригласили буквально пару недель назад просто поучаствовать. Была поездка в дом престарелых, в дом пожилого человека. И я съездил, и мы, в общем-то, просто принесли радость пожилым людям. Послышалось, настолько цинично это в моей голове сейчас сыграло. Хотя, ты знаешь, вот чтобы дом пожилого человека не превратился в то, что мне послышалось, в дом полуживого человека, туда должны приезжать музыканты, туда должны приезжать вот такие вот пионеры. Пускай это будет сейчас уже не пионерская организация, а дети туда должны приезжать или приходить пешком, как угодно. Люди с чистыми, светлыми намерениями и открытыми глазами. И спасибо всем тем, кто это делает, и тебе спасибо тоже, естественно. Да, и вот самое я хочу еще добавить. То есть говорить можно о чем угодно, и в сети эта война, она продолжается, и разные точки зрения. Как бы, что вот вся страна в разрухе, и что ничего хорошего в этом нет. Я говорю, то, что я видел своими глазами, это отремонтированное здание. Это нормальные светлые палаты, и, в принципе, я вижу, что там, да, там одинокие старики, бабушки, дедушки, и, в общем, так сложилось. Это есть, везде присутствует. Но я увидел, что эти старики, они в нормальных условиях, и мы приехали, и сделали праздники. И вот молодые ребята, вот эти вот, отряд юных разведчиков, это очень благое дело, и те, кто это делают, это респект. Я всегда буду поддерживать эти начинания. — Ну, когда говорят, что страна в разрухе, честно говоря, мне иногда хочется даже не то, чтобы возразить, а прям грудью вперед пойти. — Здесь надо просто дискутировать. — Надо искать, да, надо найти места, которые в разрухе, и которые, в общем говоря, вполне себе нормальные. Я скажу так, еще 15-20 лет назад страна была действительно в разрухе. — Да. — Изменилось многое. И тем, кто этого не видит, что изменилось, и тем, кто не понимает, что это меняется, и, слава богу, в лучшую сторону, и никогда мы не говорим о политике в этой программе, но просто есть реалии. Есть реалии, которых нельзя не замечать. Буквально, прежде чем ты споешь финальную в этом часе песню, я недавно хотел даже ответить человеку в фейсбуке, но не стал. Я отвечу в эфире. Водички. Извините. Да, водички. Что-то со мной сегодня вообще не то. — Да, это нормально тоже. — Глаз течет, лодку перекрыват, Томас Бен пришел, песни спеват. Да. Так вот, история такая. Я обнаруживаю в фейсбуке сообщение человека, не помню дословно, но звучит это так. Причем я позволю себе упомянуть даже фамилии, которые он там, значит, использует. Вот, дескать, в свое время президент тогда Медведев, дескать, придумал, что лампы накаливания — это неэкономично. И теперь по всей Москве развешаны, значит, фонари с лампами энергосберегающими, которые горят тускло. Практически ничего не видно. Таджики уехали, и вот эту вот грязь, которая на улицах, зима такая отвратительная, убирать некому. Поэтому еще все смурнее. Значит, Медведев там вертел, крутил со временем, остановил его в какое-то время. Мне час-четыре часа вечера уже темно. А в пять, когда я забираю ребенка из школы, вообще как будто бы ночь. И вот едешь ты по этой темной, грязной улице с полуподсвеченными дорогами. И вот водитель, уважаемые пешеходы. Дальше идет фраза. Не кидайтесь под колеса автомобиля. Умоляю вас, даже когда вы выходите на зебру, вас в этом всем Марьеве не видно. Скажите спасибо тем, значит, правителям, которые все это устроили. Надо, как в Европе, пишет он дальше, заставить людей носить светоотражающую одежду. Одной этой фразой человек даже не понимает, что он перечеркнул все то, что написал выше. Значит, хотелось очень обгадить. Ну, то место, где ты живешь. Обгадил. Но надо, как в Европе. Тогда следующий вопрос. Получается, в Европе тоже нет таджиков, которые убирают улицы. В Европе тоже висят энергосберегающие лампочки, которые нихрена не светят. И совершенно верно, в Европе тоже какое-то непонятное время, когда в 4 часа вечера совсем темно, раз там это носят. Да. Вот это отсутствие вот этой самой логики меня в людях всегда убивало. Поэтому, когда люди видят только плохое, мне их искренне жаль. Давай петь. Давай. Что это будет? Это будет как раз таки песня, которая, как мне видится, она поднимает именно вот этот дух сопротивления и несгибаемости. И, в общем-то, ну, там все само за себя говорит песня «Командор». Даже ничего говорить не стану. Поздно на пятную наставили галочи, не послушаешь пластинку. Решетки из палочи, не видно картинку. До свидания, командор, до свидания. Дорогами дальними, не в СИЗО надеты. Нет, чтобы у делика Смело есть конфеты Черные космоты Брови нахмурит Топает, шлепает В дождь и в снежные бури До свидания, командор До свидания До свидания, командор До свидания До свидания До свидания До свидания, командор До свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До свидания, командор, до свидания. 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 До свидания. До свидания, командор. До свидания, командор. До свидания, командор, до свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЖИВЫЕ Как-то быстро час пролетел. Вот начинается второй час программы «Живые». Сегодня здесь Саша Самойленко и Томас Бент. Презентация нового альбома «Время весы». Ну, сегодня праздник так праздник. На самом деле, Рождество католическое, это оно вот в ночь. Мы готовимся к нему сейчас. Ну, правильно, 25-го числа же, да? Сейчас сочельник, так сказать. Но, тем не менее, все равно мы уже, в общем, вступаем в ту пору, когда можем смело, как говорят, нельзя поздравлять заранее, с днем рождения, к примеру. Но с наступающим Новым годом, с приближающимся Рождеством и уже наступающим католическим Рождеством надо поздравлять. Поговорим и об итогах года тоже в этом часе, об итогах года вашего года, друзья мои, о том, что, собственно говоря, этот год вам принес. Ну, а начнем сейчас, наверное, с песни. Все-таки пауза была большая. Что это будет за песня? Это будет самая первая песня. Я хочу здесь сказать пару слов о моем коллеге. Это барабанщик Владимир Николаенко, с которым мы в следующем году будем отмечать юбилей нашей творческой дружбы с 1986 года. Сколько? 30, получается. 30 лет. Как же вы друг другу не надоели за эти годы-то? Ну, вот. Я всегда говорю, это мой кармический родственник. И вот мы всю жизнь, мы идем и все периоды, и Томас Гавка, и Томас, и сейчас Томас Бент. Томас Бент, всегда мы рядом вместе. Он меня переманил из Магнитогорска в Челябинск. Я его переманил, вытащил из Челябинска в Москву. Мы такие вот... Ответочка такая. Перекатип больно. Да, была ответочка. Я говорю, Володь, я когда переехал в Москву, я говорю, полгода посидел. Я говорю, слушай, звоню, я говорю, ты что там делаешь? Он говорит, да, говорит, что... Я говорю, слушай, давай, бери в охапку свою жену и давай, приезжай. Ну, вот он приехал, и вот так вот мы все вместе. Песня «Возвращение». Отдельный привет моему армейскому другу Михаилу Козыреву, который написал текст этой песни. Ну, это тот самый Козырев. Миша Козырев. Ну, вот, чтобы все понимали, что это не однофамилец Миши Козырева. Поехали. Все как было, нет изменений, Высохли в авторучке чернил, Выводить на бумаге тени, мило. Я прошу, научи, научи меня Подбирать ключи к замочным скважинам каждого дня. Подбирать ключи к замочным скважинам каждого дня. Все как было, нет изменений, В старых очках я слепой, как не щурься. Самый удобный дефект зрения Близорукость. Все как было, ты повзрослела, Стала отцом двух детей и овчарки. Жизнь твоя проходит в пределах собачьего парка. Я прошу, научи, научи меня Подбирать ключи к замочным скважинам каждого дня. Все как было, вроде бы было, Только луна, оглянувшись, уплыл К мальчику из соседнего дома Под видом ночного аэродрома. Я хотел выйти на звездный балкон Я хотел выйти на звездный балкон Я хотел выйти на звездный балкон И выпал он Субтитры подогнал «Симон» 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 Твоя лодка, она бороздила просторы ледовитых океанов. Ну, то есть, нас не было в медиапространстве. Единственное, конечно, я уже сказал в начале передачи, это благодаря поддержке тебя, Юли, все это начало, мы начали всплывать. Семь лет у нас не выходили альбомы и так далее. Мы подписали, мы нашли издателя, мы разместили весь каталог своих альбомов на цифровых витринах. Все это можно теперь найти, все доступно и легально. Ну, и можно и нелегально на Рудтрекере скачать. Мы, ну, опять же, мы записали вот этот альбом, мы реализовали вот этот дуэт вместе с клипом. Я надеюсь, слушатели своего радио его в ближайшее время увидят. Что еще у нас были, какие у нас были итоги. Ну, вот у ребят тоже наверняка происходили какие-то события у моих коллег. Так, ну, я скажу так, за наш корабль, то есть мы подсобрались и сейчас достаточно набрали скорость и движемся. Есть желание просто играть побольше концертов, но здесь уже как бы другая наука, здесь концертный директор. Кстати, если есть кто-то, кто занимается концертами, нам нужен человек, который бы занимался именно концертными делами и устраивал. И был бы он, естественно, членом СРО. Вот, кстати, вот тут нам подошли к этому вопросу сейчас. А можем обсудить этот вопрос тоже. Что касается у музыкантов, тоже наверняка есть какие-то, как ты сказал, итоги. Я думаю, что как минимум у одного для меня неожиданно, хотя, в общем, личная жизнь человека тоже меня не касается, есть какие-то серьезные итоги. Вот смс-чика пришла, Рома, интересная. Ну-ка, микрофончик себе возьми, мне интересна будет твоя реакция. Семен пишет кто-то. Скажите, пожалуйста, басисту Томаса, что он крутой гитарист. И бас-гитарист тоже крутой. И что впереди Новый год, в самом дебюте которого ему предстоит ходить в магазин и готовить еду, как он и обещал. Шибанов. Подписи нет. Ну, не ври. Шибанов. Клянусь, подписи нет. Ну, не знаю. Ну, никому вроде пока не обещал. Прямо клятвенно, чтобы... Ну, как бы вот такие вопросы обычно приходят от этого... Типа провокации. Тролли, да? Типа провокации. Дружеский троллинг. Тогда обтекай этот вопрос и уходи в сторону. Все. Окей, давайте споем что-нибудь еще. А потом, если есть интерес, можем мы эту тему обсудить, о которой мы только-только коснулись. Там не все так страшно, как кажется. Я теперь это знаю точно. Ну, объясню почему. Что будет за песня дальше? Давайте lights, lights. Раз у нас пошла вторая тема. А эта песня Джин Джа. Джин Джак. Эта песня тоже достаточно знаковая для группы. Она публиковалась в альбоме Комета. И сейчас мы ее исполняем в несколько ином варианте. Я очень люблю играть акустику. Мы с тобой говорили уже. Просто я бы с удовольствием пришел, поиграл бы на акустической гитаре, дабы не повторяться. Ну, так как мы с ребятами крайне редко видимся, и я решил, ну, это повод. Вот каждый концерт, вот каждый эфир, это вот повод нам встретиться, поговорить, пообщаться. Потому что у каждого свои какие-то проекты, своя жизнь. Вот. Мы встречаемся только по делу в этом городе. И вот мы сейчас споем песню Джин Джак. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живей». «Живей» в программе «Живей» в программе «Живей». Солнце улыбается, как и вчера. В суицидных шортах гуляет мой день. Мне тебя не жаль, мне еще дофига. У меня с утра депрессивная. Где мой волшебный джин-джин? Где мои прежние лы? Саду в такую золотую стрелу. Улыбнется солнце опять, как всегда. Мы друг другу рады, оно я и тень. У меня с утра депрессивная лень. Солнце улыбается, как и вчера. В суицидных шортах гуляет мой день. Мне тебя не жаль, мне еще дофига. У меня с утра депрессивная лень. Где мой волшебный джин-джин? Где мои прежние лы? Ау-ау, голос безмолвствует в танк. Депрессивная лы? Депрессивная лы? Да, ну-ау, голос безмолвствует в танк. Депрессивная лы? Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное Как же время-то утекает Ну, коль уж коснулись темы СРО Тем, кто не очень в курсе Это сейчас такая очень важная Дизина для музыкантов, промоутеров Директоров музыкальных коллективов Вносится некий закон В первом чтении этот закон Уже прошел в Думе Об упорядочении деятельности Концертной, именно концертной деятельности России Понятное дело, что всплыли в интернете Какие-то факты и подробности из этого закона Которые, мне кажется, должны были быть Вторичными и третичными Как, например, сумма взноса Которую должен внести член этого Саморегулируемого общества с РОМ Это некоммерческое партнерство А все основные и главные вещи Как-то прошли стороной Я долго не давал своих никаких На этот счет комментариев Просто думал, читал, вчитывался И когда понял, что есть масса вопросов Которая стоила бы задать Я просто позвонил одному из ключевых фигурантов Среди тех людей, которые этот закон разрабатывают Не буду называть его фамилию В общем, это незачем лишнее Мы с ним 40 минут проговорили И я кое-какие вещи могу даже сейчас объяснить Буквально в двух словах Чтобы стало понятно, что ничего страшного в этом нет На самом деле, СРО Опять же, это касается, видимо, от профессиональных людей Уж простите, те, кто не очень понимает Но это важно Потому что станцию и программу слушают музыкантов В огромном количестве Это объединение юридических лиц Организаторов мероприятий То есть промоутеров, продюсеров, если хотите Клубов, которые занимаются Радиостанции, если в их уставе стоит Пункт организации концертов Но никак не музыкантов Музыканты ничего платить не должны Платят люди за вступление в это СРО Не потому, что они налоги платят кому-то Они сами себе платят Собрались там 15-20 организаторов Скинулись некой суммой Сняли на эти деньги себе офис Платят зарплату работникам Которые им помогают Это деньги, которые просто так Из бизнеса не вывезти Это то, что уходит на именно работу Самого СРО Вот этого, значит Этой самой истории Самый главный для меня вопрос Был вопрос с молодыми музыкантами И, ну, скажем так Волонтерскими фестивалями Теми, которые не за деньги Вот тут был ответ замечательный Потому что именно об этом мы долго говорили И было решено, что будут внесены поправки Направленные на следующее Любой музыкант, став юридическим лицом ИП, например Может выступать как организатор Но если музыкант является носителем культуры А любой музыкант носитель культуры То за организацию собственного концерта Он никаких взносов в СРО Не делает Это его личное дело Более того Если музыкант или коллектив Который выступает организатором мероприятия Устраивает концерт для себя И еще двух-трех групп вместе в одном концерте Никто, естественно, никаких взносов не делает Но при этом организатором этого мероприятия Может быть коллектив Если этот коллектив, само собой, стал юрлицом Или клуб Ну, там по договоренности То есть ничего с ровным счетом не меняется Меняется одно и очень важно Вот это позитивная сторона Пытаются таким образом навести порядок В среде организаторов Чтобы не было кидалова Чтобы кто-то отвечал за те проблемы Которые возникают Ну, к примеру Мы проводили 1 ноября концерт Годовщину радиостанции в клубе Вольта И там неожиданно загорелся Над самым входом этот сплит И ребята Ребята, наши же ребята Кинулись его тушить А должны были это делать кто? Охранник Вообще-то охрана клуба Администрация клуба И, по сути дела, клуб, являясь организатором Должен за это был бы отвечать Если бы случился пожар То вопрос Спрос с кого? То есть, когда нет спроса Тогда горят клубы Тогда гибнут люди Тогда деньги уходят непонятно куда То есть, имея в виду серые схемы И черные схемы Просто хотят эту историю Привести в порядок И мне кажется, это хорошо Но Ни молодых музыкантов Ну или, так скажем Музыкантов не входящих Как считается В топов какие-то Те-то ничего не потеряют А как было принято считать Пока этот закон разрабатывался И пока о нем шла информация Что молодые музыканты Теперь все бедные Несчастные Концертов давать они не смогут Теперь будут только в подвалах сидеть Ничего подобного Все будет так же, как и было Только Это будет более организовано, что ли Поэтому, братцы Обращаюсь сейчас к музыкантам Ничего страшного Как минимум Если эти поправки будут внесены А мы договорились И что они будут внесены То, в общем, в принципе Даже на бумаге Это не будет выглядеть страшно Все в полном порядке А нас должны О музыкантах Я сейчас говорю О нас Чего я себя к музыкантам-то привезу Не знаю Мне кажется, абсолютно правильно Люблю я вас чертей А вас будут все равно заботиться Конечно И в любом Единственное, что Невозможно пока протолкнуть Пока Я там говорил с ним об этом Что, скажем Рок-музыку взять на гособеспечение Мне к тому смысле Ну вот как в Финляндии Это происходит Пока это вопрос, который завис Но может быть Рано или поздно В этот закон будут внесены Некие поправки Которые позволят Музыкантам Играющим Живую Не вот эту Ля-ля Хрень А живую Настоящую музыку Могут даже выделяться И гранты На то, чтобы они развивались И росли Это тоже может быть Несено в этот закон Несколько позже Так что мы будем За этим следить Внимательно И определенным образом Лоббировать эти интересы Потому что очень хотелось бы Чтобы музыка в России Живая Настоящая музыка Развивалась И росла А не уходила Чертям в подвал Все, я кончил Можно продолжать петь Мы всецело с вами И всегда Любые предложения поддерживаем А вот всем пессимистам Следующая песня посвящается Она называется Асфальт Это нормально Когда должны Существовать Две точки зрения У нас все хорошо Нет, у нас все плохо Потому что в этом Идет развитие И вот во мне тоже Борются вот эти Два начала Светлое, темное Ну, в общем-то Как и везде И песни рождаются Тоже вот Разного плана Ну, вот Песня, которая сейчас Прозвучит Она такая С позиции Такого нигилиста Песня Асфальт Как всегда Живой звук Программа Живые Саша Самойленко Томас Бэнт Томас Бэнт Томас Бэнт Томас Бэнт Томас Бэнт Томас Бэнт Ничего не случилось С рано утром Проснувшись Передали по радио Песню про цветы С утра про цветы О, это приятно Но мне нужно идти На работу И вот миллионный шуруп Я давюсь в свой план И беру свой воздух И это ничего Что пока ничего Я просто нигде Иду по дорогам Где Серый асфальт Один черт грязный Серый асфальт Один черт Ничего не случилось С рано утром Проснувшись Я увидел на улице Массу людей Они не сли Чемоданы Желтого цвета И мне сказали Хватать ордильник Пойдем вместе с нами Ты будешь счастлив Но я отказался Что я дурак Что и мне И так здесь Хватает любви На дорогах Где серый асфальт Один черт Грязный На дорогах Где серый асфальт Один черт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Народ кричит хит однозначный. Вот однозначный хит. Ты вообще знаешь, что у тебя хитов множество? Или ты об этом не задумываешь? А что такое хит вообще? Отвечу словами музыкального критика Гуру Кена. У этой группы нет хитов. Вот и все. Я причем уважаю Гуру Кена, и я слежу, и я с ним дискутирую. Но у меня сразу же возникло вопрос такой. То есть ты дискутируешь с ним из уважения? Нет, почему? Мне очень нравится его позиция. Он действительно такой человек, ищущий и имеющий свою точку зрения. Вот он написал вот рецензию на последний альбом. И вот что, ну вот тут нет хитов. А я говорю, слушай, ну а как нет хитов, если наша история в середине 90-х, она началась именно с того, что вот песня «Возвращение», которую мы исполнили, она вошла в топ на радио «Максимум». То есть, естественно, мы бы дальше не стали бы двигаться, если это не имело бы отклик. Поэтому как бы вот здесь была такая состыковка. А он чего ответил на это? Ну, это как бы у меня диалог-то с ним-то. Он постоянный, перманентный диалог. Да, он такой... Ну, в какой-то момент мы с ним диалоги прекратили, но просто потому, как возникло ощущение, что... Знаешь, есть хороший анекдот. Я сейчас его расскажу. Старый, правда. Стена плача в Израиле. Место известное, знаменитое. И понятно, что никому объяснять не нужно, что это такое. И рядом с ней служит Рэбе. Вот рядышком совсем. Давно служит. Богу. И 30 лет он наблюдает за тем, как один и тот же человек утром, днем и вечером, каждый Божий день, не пропуская ни единого дня, приходит к стене. Ну, естественно, что-то с ней... О чем-то с ней говорится. Стеной и уходит. Ну, а спрашивает, как неловко. И вот, значит, Рэбе уходит на пенсию. И видит этого человека, подбегает к нему, говорит, простите меня, Бога ради. Я понимаю, что, возможно, я лезу во что-то слишком интимное и личное. Но за 30 лет, что я служил здесь, служил, я уже теперь на пенсии, я вас видел каждый день. Несмотря на погоду, несмотря на сезон, несмотря на день недели. Вы трижды в день сюда приходите. О чем вы просите у стены? Говорит, Рэбе, ну тут все просто. Утром я прошу, чтобы мои дети не остались без завтрака. В обед я прихожу попросить, чтобы они поели, чтобы у них было чем поесть, что поесть. А вечером я прихожу попросить, чтобы у них был горячий ужин. Рэбе спрашивает, ну и как? Ой, вы знаете, Рэбе, такое ощущение, что со стеной разговариваю. Это я сейчас о Гуру Кене вспомнил. Да, неожиданно. Ты меня понимаешь. 46-47, это короткий номер. Сначала пишите свои пробелы, а дальше все, что хотите. Дело даже не в отсутствии хитов. Саша, забыл, ты же неформатный еще артист. Я неформатный. На нашем радио сказали, вот песня «Командор» не формат. Ну неформат, значит, неформат все дело. Да, ты абсолютно неформатный. Ни артист, ни человек. Беда с «Командором» похоже, да? Совсем беда. Ну а там, да, все беда. Все, я понял, что я, в общем, допустил огромную ошибку в самом начале программы. Я действительно каюсь. Я исправляюсь прямо сейчас. Сегодня в программе «Живые» совершенно неформатная группа «Томас Бэнд», неинтересная ни в каких своих проявлениях, у которой нет ни единого хита. Группа, которая существует уже много лет просто так. Ну потому что им скучно. Иначе никому не нужны эти люди, и с музыкой у них все не совсем в порядке. Час сорок мы уже провели с музыкантами, которые играют всякую фигню. Но надеюсь, что еще 20 минут мы их как-то потерпим в этой студии. Ну вот и спасибо вам, что вот хоть вы-то нас терпите. По-моему, хорошо. Вот интрижка такая, да? Родилась, и она будет продолжаться. Как ни странно, всего-то 20 минут осталось. Жалко, быстро время улетает. Давай петь. Давай что-нибудь еще спаем. Что это будет, Саша? Это будет философская песня. Вот в продолжение твоего вот этого анекдота о бесконечности бытия. Песня называется «Восемь». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Саша Самойленко, Томас Бэнд. Погнали. Через восемь будет осень В небе течь Все свое с собой уносим Чтобы было где лечь Через год будет море Через два клад При дальнейшем обзоре Скалонадами сзади Ты и я был отсюда Без тебя нет Почему-то не буду Знать на это ответ Через восемь будет осень Через восемь будет осень Через два клад При дальнейшем обзоре Скалонадами сзади Скалонадами сзади Субтитры создавал DimaTorzok Почему так почему Почему так почему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аудитория продолжает меня радовать Аудитория радиостанции Аудитория программы живые Уникальные люди конечно Я сейчас нисколько не ерничаю Говорю чистую правду Роман Макеевский написал В чате на сайте сообщение Начало которого меня просто пригвозило Я думаю реакция должна быть у вас Вопрос такой пишет он Я музыкант-надомник Хорошо не домушник подумал я Свою музыку делаю сам полностью Как мне нравится А как у вас в группе к примеру Кому-то из музыкантов что-то не нравится Кто-то хочет что-то утяжелить Или еще что Как вы с этим справляетесь Как решаете Я даю поле Для внесения Каких-то своих Стилистических предпочтений Нам все нравится Саша что ты Музыкантам Не переживай Но в целом стараюсь держать под контролем Процессы Я так кратко вот объясню Дело в том что это все пройденные этапы Ну мы уже как говорится бывалые пираты Вот мне понравилось год назад Когда мы познакомились Вот с Александрой Она хорошо так написала Что вот такой вот выходит морской волк Но мы действительно очень давно играем У нас были моменты И мы дрались И мы как бы спорили И доказывали все свое Мы пришли к такому пониманию И у нас полный баланс во всем А до этого да Было Было Все И в споре И рождается Банально Как это Не говори Но все равно тем не менее Да рождается какое-то мнение Решение Вот все это было Все это пройденные этапы Слава богу Еще раз меня удивляет Аудитория памятью своей Вот например Максим Зверев пишет Думал спросить Пишет он Не спросить Спрошу Помнится в двух эфирах С вами Насколько человек Помнит все Что происходило С программой И с вашими приходами Сюда Сейчас Сегодня у вас Третий приход Четвертый приход Да Четвертый приход Да Так вот В двух эфирах С вами играл Перкуссионист Борис Вальд Да Вы с ним еще сотрудничаете Или уже нет Вот поймите людей Я бы очень хотел Чтобы Борис С нами присутствовал Но дело в том Что не так давно Борис просто Пересел С перкуссии На живые барабаны Я ему написал У меня был какой-то Концерт какой-то Я говорю Боря давай Присоединяйся Вот Он говорит Слушай А я продал перкуссию И перешел на барабаны Кстати он занимается Организацией концертов Сейчас А ну вот мы его Возьмем концертным Директором Вот и все А ты ищешь себе Кого-то Если действительно Он этим занимается Профессионально То он будет обязан Вступить в этот Так сказать Профсоюз Так скажем Никуда он не денется И кстати там еще один момент Есть 150 тысяч Взноса Это пардон Выбирает Само сро Сколько Мое Хоть 5 тысяч Хоть 3 рубля Это решение Самих людей Если вам не нужен офис Если вам не надо Содержать никаких сотрудников 5 рублей внесли 30 человек получили Там какую-то копейку Ради бога Это никто Никого Вот в этом Обязывает Или заставлять не будет Поэтому все эти страшилки Которые вылились в интернет Ну как всегда Скорее всего От страха И от непонимания Я не ввязывался Во все это Просто внимательно читал А теперь понимаю Что когда Вникаешь уже в вопросы И сами по себе Вопросы становятся очевидными Не так все страшно Мне кажется наоборот Все только наладится должно Ладно Бог с ним Я как написал Что главное Чтобы сро в сра Не превратилось Для меня это действительно Очень важно Я думаю для музыкантов тоже Так 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 Но тут уже Сейчас народ сообщает О том что Это Как его зовут Тогда Сергей Малей Написал что Готов был бы согласиться С Гуру Кеном На предмет отсутствия хитов До какого-то периода Пока не появилась Песня Аватар А ну вот Вот Видишь как Но опять же Ощущение хита И понимание хита У всех свое Одному нравится одно Другому совершенно другое Я иногда удивляюсь людям Как они называют хитами Ту шнягу Которую слушают Я эту шнягу Понять не могу Но я не полезу к ним с кулаками Кричать Что же вы шнягу слушаете Это их вкус Раз у них такой Значит его надо Уважать Вот как мне кажется Надо жить В этом мире С этим миром Надо о концерте Твоем Ну о твоем Я имею в виду О концерт коллектива Завтра Друзья Завтра Приходите В клуб концерт Рядом с Курским вокзалом В полдесятого Начнется концерт Ну к девяти Надо уже собираться И приходите Приглашаем Будет полноценный Электрический сет Мы подарим Комбак диски Всем пришедшим Абсолютно безвозмездно То есть Ну просто Приходите Будем рады Еще раз Время Точно В девять часов Вечер Это мы проскочили Клуб концерт Ждем Спасибо Это очень важная Информация Я думаю Что многие Из тех Кто сегодня слушает Эфир Возможно Впервые слушает Группу Так в полном объеме Потому как Знаете какие-то песни Бывает такое А вот сегодня Так достаточно разнопланово Завтра должны Просто прибежать На ваш концерт Во-первых Получить диск Подарок Это всегда приятно Ну и главное Услышать все эти песни Живьем А живьем Это когда Как у нас говорят музыканты Камбари в жопу дуют Да Это вот такая реплика Есть Ну а что делать Ну Иногда Из песни слова не выкинешь Но слово литературное Чего так Когда вот так все давит Когда есть То самое давление Штору Когда с яйцами Еще говорят Это тоже правильно Но это Не касается музыки На самом деле В данном случае Потому что То что она с яйцами И так слышно Ну гастрономия Это же Мне кажется Не касается Данной ситуации Нет Мы о гастрономии Сегодня вообще не говорим О гастрономии Вообще по-русски Вообще сегодня Не говорили И говорить не собираемся Потому что рано еще Надо бы потерпеть Еще недельку А вот потом Оторваться по полной Иначе Не хватит нас Ни сил Ни здоровья Чтобы выдержать Новогодний стол Ну что Какая будет Следующая песня Шуточная Шуточная песня Про девочку Лолу Да я не думаю Что надо что-то Еще объяснять Как всегда Живой звук В программе Живые Саша Самойленко Томас Бен Погнали Знакомая девочка Лола Голою делала соло Вечером ставила сети Ждала неплохого улова Тени ловила во мраке Знаки терпела и факи Но попадались в сети Только улитки и ранки Беги Лолу Мама Дог Мама Беги Лолу Наром Часто вас не встречал Тело из другого астрала Это давно на примете И в секрете держало Улитки и ранки Улитки и ранки В кроме Нет никого Вода Я не знаю Лолу Мы утром порваны сети Девочка Лола В коме Беги Лолу Лолу Мама 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Молчание ДимаTorzok 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 ДимаTorzok